Завтра в России стартует первая в истории страны цифровая перепись населения. Вместо привычных бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные, пользуясь планшетами. Впрочем, не обязательно дожидаться, когда к вам постучат в двери. На переписной участок можно прийти самостоятельно. В Кировске их откроется 19, в Апатитах – 17. Россиянам в этот раз предоставлена возможность и вовсе не выходить из дома. Чтобы принять участие в переписи, достаточно наличия компьютера или хотя бы смартфона, а также учетные записи на портале госуслуги. После внесения всех данных пользователь получит QR-код, который затем при встрече нужно будет показать переписчику, как доказательство пройденной процедуры. По сравнению с предыдущей переписью, которая была проведена, напомню, в 2010 году, список вопросов на этот раз расширился. Спросят россиян, например, об условиях проживания и попросят рассказать о профессиональной деятельности. Специалисты подчеркивают, чем полнее будут полученные сведения, тем эффективнее сможет государство спланировать социально-демографическую политику на ближайшее десятилетие. Так что перепись преследует целью не просто посчитать всех нас. Понимают ли это участники процедуры? Журналисты Народного спросили у жителей на улицах наших городов. Участвовал всегда. То есть вы понимаете важность этого процесса? Да, обязательно. И на выборы ходим, и везде участвуем. Где надо, везде участвуем. В курсе, в курсе. Переписываемся? Обязательно будем, а как же. Надо же знать, сколько нас. Естественно. Куда деваться-то? Где-то там, говорят, за границей вообще, это даже уголовно наказуемый отказ от переписи. Так что придется. В курсе. Ну, по телевизору 15 октября. Что делаем? Ну, как-то надо отметиться в этот день. Ну, во-первых, надо посчитать, сколько нас здесь. А то люди спрашивают, какая численность города. Я, например, точно не знаю. Пускай посчитают. Будем знать. Знать, сколько нас, безусловно, важно. Но, пожалуй, главная задача переписи – увидеть проблемные места в экономике, в социальной сфере и сделать выводы и принять решения. Например, по итогам всероссийской переписи населения 2002 года, напомним, была введена такая мера государственной поддержки, как материнский капитал.